Ровно 30 лет назад, повторю, начался отсчет истории независимой Беларуси. Подойдя к этой круглой дате, мы оглядываемся на пройденный путь, чтобы уверенно шагнуть в завтрашний день. Очень важно видеть реальные и конкретные результаты принятых нами решений. Еще важнее видеть перспективу. Наша Конституция дает возможность достойно жить, развиваться, чувствовать себя в безопасности, реализовать самые смелые планы и начинания на родной земле. Так и должно быть в современной, демократической, по-настоящему демократичной стране. И главное, мы сделали все, чтобы наши дети смогли превзойти эти достижения и успехи. Будем помогать и дальше. Теперь дело за новыми поколениями. Скажу больше. Несмотря на сегодняшние трудности и все перипетии, у меня есть веские основания уверенно смотреть в будущее. Вселяет эта уверенность наша дружная работа над последними конституционными изменениями, наша недавняя активная избирательная кампания, наше здравое восприятие мировых политических потрясений и военных конфликтов. Нам вместе предстоит продолжить более предметный разговор о новых задачах, которые ставит перед нами время. Так или иначе, все они касаются вопросов сохранения наших ценностей, культурных, духовных приоритетов, определения целей развития государства в условиях новых геополитических рисков. Они немалые. Мы об этом много говорим. Мы сделаем это в ходе Всебелорусского народного собрания, сформированного в соответствии с обновленной конституцией. Словом, дел у нас немало. Громадье. На сегодня, в этот праздничный день, мне, как и всем нам, присутствующим здесь, интересно услышать, как вы, все мы, кто стоял у истоков создания суверенной Беларуси, те, кто является активным участником политического процесса, оцениваете пройденный нами путь, как видите страну в будущем. Это может быть начало большого разговора, который, как я уже сказал, будет продолжен на Всебелорусском народном собрании. Очень ответственный, решительный момент в нашей истории. В связи с этим я хочу поблагодарить наших ветеранов, нестареющих, которые прикоснулись к строительству и непосредственно строили нашу суверенную и независимую Беларусь. И хочу вас поблагодарить за ту колоссальную поддержку, прежде всего за понимание того, что происходит в нашей жизни.